Ауф биллахи на шейху алирваджим Басмиллахи рахмин рахмин Альхамбу лиллахи раббил ааламин Ассалату ассаламу аля ашракил мурсалин Аля алихи и асхабихи и аджмаин Амма ба'ад Ассаламу алейкум и рахматуллахи тааля Альхамбу лиллах Уважаемые братья мусульмане Уважаемые сестры Что Аллах нам дал такие возможности Участвовать в таких прекрасных маджлисах Мы должны делать шукру Аллаху За то, что Аллах нас сделал Из числа мусульман Из числа умы Мухаммада алейхи и ассалату ассалам И из числа тех Кто следует истинным пути Пророка Мухаммада алейхи и ассалату ассалам За истинными шейхами Уважаемые мусульмане Ислам объединяет нас Ведь если бы не ислам Мы здесь не собрались бы Ведь если бы не вера в Аллаха Мы не стали бы братьями И сестрами Ведь ислам нас объединяет Ислам делает нас Братьями и сестрами Вспомните Историю Арабов до ислама Какими они были до ислама И какими они стали После ислама И османская империя Которая правила Около 700 лет Ни одна из империй Которые были на этом мире На этой земле Так долго не правил Как и османская империя Это почему? Потому что Руководствуясь тем Чтобы он был неспослан Аллахом Люди могут достигнуть Больших успехов И мы мусульмане Не должны упускать Такой возможности Быть едиными Ведь в единстве Наша сила Когда мы Слушаемся одного человека Когда мы Подчиняемся одному человеку Когда мы едины Нас ничто не может победить Пророк Алейхи Салат Вассалам говорил Аль мусульманах Аль бульян Яшуты баабл Мусульмане говорят Как одно тело Здание Которое Упирается Часть на другую часть Также посланник Аллах Салат Аллаху Алейхи Салат Говорил Валь му'минунна Каджаса Дилуахи Кита Иштака Кинху Аклом Куда Илайхи Салат Альхи Му'минунна Говорит То есть Верующие Мусульмане Они говорят Как одно Тело И тело Когда говорит Один Орган болеет Вся тело Говорит Об этом Органе болеет Поэтому Мы должны Быть Как единое тело И где бы Не происходило С мусульманами Какой бы Бала На мусульман Не было бы Мы должны Чувствовать На себя Этот Бала Сейчас Ахирзаман Люди Мусульмане Разделены И чтобы Была сила У мусульман Нам нужно Объединяться И первая И задача Имама Махди Когда он Придет Он будет Объединять Всех Мусульман Потому что Сила Ислама Сила Мусульман В единстве В братстве И мы Не должны Забывать Об этом Враги Ислама Стараются Разъединять Нас Разделять Нас И пытаются Всякими Фитнами И смутами Разделять Нас Но мы Не должны Поддаваться Этим Один В учебнике Когда пришел В населенный Пункт Где Мусульмане Разделились Из-за Того Что Некоторые Говорили Что Таравих Нам Возможно Делать 8 Ракаатов А другая Часть Мусульман Говорили Что Нужно Делать 20 Ракаатов И еще Один Вопрос Был У них Нужно Личать Дуа После Азана Звонка И другая Часть Говорила Что Не Нужно Чтать Дуа Звонка И Когда Этот Ученый Пришел Ему Задали Этот Вопрос Ему Объяснили Какое Положение Мусульман В этом Месте Они Чуть Не Дрались Из-за Этого Двух Вопросов Этот Ученый Сказал Им Оставьте Это Делайте Дома Таравих Намазы И Не Давайте Азан Все Удивились Как Ж Можно Не Давать Азан И Как Ж Делать Дома Намазы Тогда Этот Ученый Сказал Что Держаться Братство В Вере И Не Разделяться Это Обязанность Мусульман А Таравих Намазы Делать В Мечети Это Суннах Сказал И Также Давать Азан Тоже Суннах Сказал А Объединяться Это Фальс Потому Что Бур'ане Аллаху Говорит Бисмиллах Вы Держите За Вер Аллах И Не Разделяйтесь Поэтому Это Обязанность Каждого Из Нас Не Разделяться И Объединяться Мы Не Должны Смотреть На Нацию Мы Не Должны Смотреть На На Рост Человека Мы Должны Смотреть Является Леон Мусульман Или Нет Если Он Мусульман То Он Наш Брат Имам Ашари Рахим Мусульман Был Присмерти Он Собрал Своих Своих Учеников И Сказал Им Что Каждый Ахру Кибля Он Является Мусульман Какой Бо Идеологии Какой Бо Он Не Был Если Он Мусульман Если Он Произнос Тальмаш Надо Если Он Придерживается Религия Аллах То Он Мусульман И Он Наш Брат Поэтому Уважаемые Братья Уважаемые Сестры Уважаемые Мусульмане Мы Не Должны Разделять Мусульман Если Мы Разделяем Мусульман То Получается Мы Сами Соучастники Того Что Мы Слабы Альхамду Чтобы Быть Едиными Нам Что Нужно Делать Нужно Слушаться Одного Человека И Мы Должны Должны Шукру Аллаху За То Что У Нас Достойный Правитель Который Мы Должны Слушаться Это Наш Мух Ахмад Пусть Аллах Укрепить Его Пусть Помощь И Тауфет Чтобы Вести Нас Правильным Путем И Пусть Аллах Как Нас Здесь Собрал Пусть Берет Нас Судный День И В Раю Ассаляму Алейкум Арахматулла Абрикатулла